Пытался уничтожить следы преступления. Советник главы администрации Рязани Александр Зайкин после получения взятки сделал химчистку своего авто. Следователи уже допросили представителя автосервиса. Материалы приобщили к уголовному делу. Поэтому на судебном заседании, выбирая меру пресечения, представители прокуратуры и регионального следственного комитета предложили заключить Александра Зайкина под стражу на время следствия. Следствие полагает, что иная более мягкая мера пресечения не может быть избрана в отношении Зайкина, потому как преступление, в котором он подозревался в настоящий момент, относится к категории особо тяжелых. Необходимо избрать в отношении Зайкина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 дня, то есть до 19 декабря 2018 года. И ходатайство перед судом об избрании вышеуказанной меры пресечения. Имеется основание также полагать, что при нахождении на свободе Зайкин может скрыться под тяжестью предъявленного, под тяжестью в настоящее время подозрения, впоследствии, думаю, что обвинение от органов предварительного расследования с целью избежать возможного наказания назначенного судом за совершение им преступления. Сам обвиняемый и его адвокат с этой мерой пресечения не согласились. Они подали ходатайство о заключении Александра Зайкина под домашний арест. Все, что нашли у меня дома, это в паспорте, две точки какие-то. И то все документы, отданные на экспертизу и уликами, таковыми являться не могут. Хорошо, Александр Александрович, это сейчас вы по сути. Вот эти материалы вам все понятны? Да. Есть необходимость что-то детальное изучить еще? Дело Зайкина стало еще одним громким эпизодом, связанным с деятельностью детского питания. За день до сообщения о задержании Зайкина директоры предприятия задержали на два месяца за взятку в 1 миллион 100 тысяч рублей. Подозреваемый, представившись советником мэра города Рязани, вступил в сговор с директором муниципального предприятия детского питания Дворецким, предложив ему получать взятки за заключение договоров поставки мясопродукции. После того, как директором муниципального предприятия была получена взятка в размере 420 тысяч рублей за поставку мясопродукции, 70 тысяч от указанной взятки вышеуказанный директор оставил себе, а оставшую сумму передал нашему фигуранту Зайкину. В настоящее время Зайкин подозревается в особо тяжком преступлении организации получения взятки в крупном размере. За это уголовным кодексом предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. В отношении Зайкина судья вынесло решение о заключении под стражу. Его арестовали в зале суда.